Здравствуйте, я врач и стоматолог-ортодонт Суворова Олеся Владимировна. Сегодня я помогу вам принять решение ставить или не ставить брекеты. Результат исправления вашей улыбки зависит от многих причин. Одна из немаловажных, насколько вы хотите этого. Ваше острое желание исправить прикус поможет легче перенести сложности перемещения зубов. Обычно те, кто очень хочет исправить, относятся более позитивно к лечению, чем те, кто никак не может на это решиться. Часто дети, которые не хотели брекеты, но родители настояли, носят их неаккуратно, не берегут и плохо переносят трудности, связанные с лечением. Если вы видите, что неровные зубы мешают вам позиционировать себя в обществе, чувствуете уверенными и привлекательными, то вы должны знать, что сделать вашу улыбку красивой помогут брекеты. Результат исправления – это ваша новая улыбка и ваша уверенная жизнь. Но их вам, вероятно, придется носить больше года. Вам нужно будет посещать доктора не реже одного раза в месяц, и вы будете испытывать дискомфорт, а иногда и болезненность при их ношении. Наши пациенты, видя перемещение зубов в процессе лечения, говорят, что все трудности несравнимы с тем удовольствием, которое они получают от осуществления мечты о красивой улыбке. Брекеты нельзя попробовать. То есть, если вы начинаете лечение, то прерывать его, отдохнуть, а потом опять поставить плохой вариант. Учитывая все вышесказанное, ваше сильное желание улучшить улыбку – один из самых важных факторов, почему надо ставить брекеты именно сейчас. Теперь давайте расскажу все позитивные моменты, почему нужно не откладывать исправление прикуса на потом. Возраст, которым исправляется прикус, должен быть как можно меньше. Если вы понимаете, что хотите исправить неровные зубы, но никак не можете решиться, вы должны знать, что время работает не в вашу пользу. Чем старше человек, тем сложнее исправить положение зубов. Их перемещение занимает больше времени, а также зубы хуже укрепляются на новом месте. Если ваш возраст до 12 лет, прикус можно исправить без брекетов. От 12 до 25 – самый идеальный возраст для того, чтобы зубы переместить. Но, опять же, правило «чем меньше, тем лучше» здесь работает. Если вы старше 25, то вам надо торопиться. Чем старше организм, тем хуже работают гормоны, которые влияют на качество костей. Еще один факт, относящийся к возрасту. Чем вы старше, тем больше кариеса и проблем с деснами у вас возникает. Почти все кушают много вредной пищи, не идеально чистят зубы и с возрастом количество зубов с кариесом и коронками становится все больше. Это значит, что исправить положение зубов будет намного сложнее. При наличии коронок во рту или большого количества отсутствующих зубов, применение брекет-системы затруднено или может оказаться невозможным. Неровные зубы сложно чистить, они плохо кусают и пережевывают пищу, а также неправильно стираются. Исправление положения зубов является профилактической мерой, которая поможет сохранить ваши зубы до старости. Следующий пункт – социализация. Брекеты в последнее время стали очень модными, особенно хорошо воспринимаются более младшей группой, то есть школьниками. Это еще один повод не откладывать лечение на потом. Немаловажно учесть факт стоимости. Да, брекеты не дешевые, точнее лечение брекетами. Но чем старше, тем сложнее, дольше будет лечение, а значит дороже. Поэтому дешевле начинать прямо сейчас. Теперь расскажу подробнее о трудных и неприятных моментах, которые вас ждут при ношении брекетов. И если вы готовы с ними мириться, скорее бегите к ортодонту. Дискомфорт от наличия брекетов – это не самое неприятное, но первые несколько дней вы будете чувствовать губами брекеты и, скорее всего, слизистая будет ими травмироваться. Чтобы уменьшить травму, брекеты надо заклеивать ортодонтическим воском. Через пару недель вы привыкнете и дальнейшее ношение не будет вызывать явного дискомфорта. Вам придется посещать клинику, где вы поставили брекеты довольно часто. Наши пациенты приходят каждые две-три недели на прием. Если при неаккуратном использовании брекетов вы их нарушите, то придется срочно попасть к стоматологу и это дополнительное время. Часто для получения результата ортодонтического лечения возникает необходимость удалить зубы, которые мешают перемещению. Не бойтесь, щелей от них не останется. Возможно, вам придется самостоятельно снимать и надевать резиновые тяги. Это иногда вызывает затруднения. Пищевой рацион для тех, кто носит брекеты, сильно отличается от обычного. Вам придется выбирать подходящие продукты. Как и что можно кушать, мы рассказали в отдельном видео. Ссылка на него сверху и в описании. Один из самых частых вопросов, которые нам задают в комментариях про брекеты, больно ли их ставить. Ставить их не больно, но первые несколько дней после установки брекет-системы, зубы действительно побаливают. И, возможно, придется принимать обезболивающие препараты. Также после регулярных приемов может быть болезненность. Зубы с брекетами сложно чистить. Вам придется тратить много времени на чистку зубов и купить специальное средство гигиены. Чтобы вы знали, как чистить зубы с брекетами, мы тоже сделали видео, ссылку прикреплю. После снятия брекетов нужно носить ретейнеры. Эти аппараты удерживают зубы от перемещения. Они незаметны, но срок их ношения в два раза больше, чем исправление прикуса. Вот основные моменты, на которые надо обратить внимание, принимая решение, ставить брекеты или нет. Красивая улыбка делает нас счастливее! Желаю вам принять правильное решение и улыбаться уверенно! Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы в комментариях. Если видео вам понравилось, ставьте лайк! До свидания!